В течение последнего года я работал преподавателем в Таврическом университете в Симферополе и журналистом-фрилансером. Кроме того, принимал посильное участие в общественной жизни Крыма. Но после Майдана я был вынужден после начала оккупации переехать во Львов, потому что моих друзей посадили в Лефортово по надуманному обвинению. Многих просто репрессировали, кто-то на фронте, кто-то уехал. Я на время переехал во Львов, а потом меня совесть замучило, и я решил сюда рвать. Почему именно Айдар? Так получилось, на самом деле. Я хотел хоть куда-то, и вот ребята подсказали, что в Айдаре есть свободные места, есть хорошие знакомые, я сел и поехал. Я участвовал в нескольких операциях, в принципе, всем доволен. Но я всегда считал, что антиимпериализм – это очень важная составляющая левого движения. И сейчас мы видим в Украине ситуацию почти классической иностранной интервенции после определённо прогрессивной революции. То есть главная цель Путина – это вовсе не территориальное расширение границ России, а попытка предотвратить Майдан в России. Мы здесь, в принципе, способствуем революции в России. Я думаю, что это вопрос полугода, потому что последние тенденции, связанные с финансовой сферой в России, с иерархией в области политики, они показывают, что, в общем, России недолго осталось. Если мы здесь внесём свой посильный вклад в её окончательный распад последней империи, по сути, то мне будет мимо очень приятно. В батальоне Айдар достаточно много людей с правыми, с гадами, я правильно понимаю? Или я ошибаюсь? Ну, ты знаешь, их не так много, как, допустим, в батальоне Азов, конечно. Но есть, да. Просто для правых война – это органичная среда, где они самовыражаются, для них война – это цель жизни. Мне, в принципе, малоинтересно, кто здесь защищает Украину и сейчас. То есть, конечно, в дальнейшем эти люди станут нашими политическими врагами. Я думаю, что не меньшими, чем Путин. Учитывая, что уже белецкие компании Верховной Раде, у них уже есть свой ультраправый батальон. Здесь очень разные элементы. Разные политические группы защищают, в принципе, одну цель – обороняют Украину от внешней агрессии. Потому что здесь в Айдаре есть, кроме меня, тоже левые. Есть активисты от манного сопротивления, есть активисты футбольного клуба «Арсенал» – антифашисты. И, в принципе, постепенно левые притягиваются, в том числе, и в эту орбиту. Но, в общем-то, я не думаю, что их количество в целом на фронте больше 50 человек. Здесь общение приобретает очень честный характер. Здесь никто не лицемерит, не пытается вывести тебя на какие-то свои узкие цели. Здесь, в общем-то, общение ради общения. Поэтому, когда мы, допустим, обменяемся мнениями с нашими ребятами здесь на фронте, то, как правило, это происходит на равных. И все люди здесь открыты к дискуссии, как правило. Сейчас мы видим две тенденции. Люди, которые приняли Майдан как свою революцию, которые его поддержали, которые его защищают, и те, кто считает это ультраправым реакционным переворотом. И само собой разумеется, что эти две линии в дальнейшем будут очень мало пересекаться. Ну, я очень много читал. Я начал с Ленина. И постепенно я, видя реалии постсоветской жизни в своем поселке, где я родился в Крыму на Вишеном берегу, потом и в Симферополе, куда я поехал учиться, я понял, что, в общем-то, мне как минимум не нравится нынешнее общество. Его как минимум нужно менять. И с точки зрения науки, истории, социологии, левые ответы на вопрос, они максимально компетентны, что ли. Мне стыдно сказать, но начинал я с Ленинского комсомола Украины. Молодежного крыла Компартии. Ну, вот сейчас видите сами, что получилось. Меня очень многие осудили за то, что я поддерживаю снос этих памятников, но его поддерживал и сам Ленин, который прямо говорил, что не ставьте мне памятника, не стройте музолеев, стройте школы и больницы. Радикальное прощание с этим псевдоленинизмом есть путь к переоткрытию для себя настоящего Ленина, в том числе и в украинском контексте. Я смотрел на вопрос утилитарно. Я не принципиальный патриот Украины. Для меня важно, что в этом конфликте Украина есть прогрессивная сторона, которая защищает свою революцию. Если бы, допустим, в России случилась революция, аналогичная хотя бы Майдану, уже не говоря о социальных каких-то аспектах, то я бы поддержал ее, если бы, допустим, Украина вела войска на территорию России, чтобы подавить прогрессивное восстание. Для меня это сугубо момент интернационалистического характера. Это часть революционного курса. Я думаю, что люди не видят удовлетворения своих целей. В социальном плане все остается очень плохо. Следующий этап – это уже социальная революция. Была революция гидности, теперь будет революция справедливости. Когда, как бы мне хотелось, началось бы такое переопределение олигархического курса, то есть упрощение власти олигархии. Но это, я думаю, что вопрос будущего. В ходе Майдана выделились некоторые позиции. Когда, например, люди оправдывают избиение студентов и защищают диктатуру, то это уже, мягко говоря, не левая позиция. Они боются ДНР, многие из них и ЛНР. Многие оправдывают это в интернете. Многие пишут статьи в поддержку всего этого реакционного маразма. Какая тут, может быть, поддержка или дискуссия? Позиции определены. Сейчас уже не то время, когда можно было спокойно дискутировать на отвлеченные темы. И сейчас дискуссия предполагает ответственность. Потому что льется кровь, и кровь немалая. Я тоже евроскептик. Но, с другой стороны, это не мешает мне бороться против очевидной агрессии России. Сейчас в рамках Европы Путин является главным врагом любой свободы. В том числе и свободы в левом понимании. Я поддерживаю те идеи, которые легли в основу европейской идентичности. То есть просвещения, демократии и так далее. Но сегодняшний Евросоюз – это очень жесткая структура, которая, в общем-то, занимается тем, что подавляет интересы малых стран. Допустим, ситуация в Греции или Португалии очень ясно показывает, что, по сути, сегодняшний ЕС – это тоже небольшая империя, где есть финансовые центры политические. Там Бельгия, Германия, Франция, например. И есть страны на втором положении. Я бы хотел децентрализации общественного самоуправления власти коллективов на производстве и на территориях. То есть есть, допустим, такая форма, как территориальная громада. Это, по сути, прямое самоуправление некого местного коллектива, общины. Она прописана в Конституции. Согласно ней, например, нельзя распродавать коммунальную собственность, нельзя использовать территории в интересах бизнеса. Вернее, можно, но это дает добро народ сам. И вот если не случится следующей революции, революция справедливости, о которой я говорил, мы будем дальше идти по этому пути, который в лучшем случае поставит нас на один уровень с странами Латинской Америки, не самыми развитыми. Война изменила оппозицию очень многих. До войны реально здесь, пожалуй, большинство, как и в Крыму, поддерживали, если не сепаратизм, но, по крайней мере, вот такой пророссийский курс. Сейчас, видя, что война расставляет все по своим местам, что ДНР и ЛНР вовсе не оказались островками счастья и стабильности по путинскому типу, люди понимают, что, ну, как минимум, они хотят из Украины уходить. То есть не все, опять же. Есть много все еще тех, кого называют ватниками здесь. Но настроения меняются. И Донбасс периода весны и Донбасс периода зимы. Это уже два разных Донбасса. По крайней мере, я могу говорить о том, что вижу здесь в городе счастье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok